Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лидия, и в этом видео я буду гулять по ботаническому саду имени Мечникова. И площадь ботанического сада 13 гектаров, и здесь находится свыше 3000 видов растений. И первый ботанический сад был основан французом Карлом Десметом в 1819 году в городе Лидия. И первое дерево посадил садом Лонжерон. Сегодня 24 мая, и я решилась и сейчас в ботаническом саду. Очень-очень красиво, и птички поют, и сегодня обещал быть один из самых теплых дней. Завтра обещают небольшие дожди. Вот. Но это по синоптику. Посмотрим. И меня еще тут спросили, как называется название растения одного, я не знала. Но есть такое приложение интересное, которое говорит, ты можешь сфотографировать любое растение, и оно говорит, что это за растение, какой ряд, как называется, чем питается. В общем, очень интересно. Вот, я его также оставлю здесь, если интересно. А также сюда даже приезжал Пушкин, и здесь устраивали баллы, народное гуляние, также играли в теннис, и даже запускали воздушные шары. И печально, но в период Первой мировой войны это место не было приоритетов для ухаживания, но, к счастью, сейчас за ним очень следят, и сейчас здесь безумно красиво, и все так дышит, и ты перестраиваешься на другую волну, когда здесь обитаешь. И интересный факт. В 1963 году парку был присвоен статус парка-памятника садового паркового искусства. И я оставлю несколько моментов, чтобы просто насладиться этими видами и красотой природы, которая здесь есть. А еще гуляя здесь, ты как будто бы попадаешь в сказку, в книгу Льюиса Кэрролла, «Валису в стране чудес». И особенно, когда гуляешь возле арки с розами. А сейчас она будет. А в этом моменте можно заказать желание. Или вспомнить о книге Ре Брэдбаре «Вино из одуванчиков», которая навеивает теплотой и природой, и его видением жизни. Или вспомнить смешную фразу, если спросит тебя, сколько тебе лет, отвечает, что тебе 17, и что ты сумасшедший человеку 17, и ему кажется, что он знает все. Или когда ему 27, и он по-прежнему знает, считает, что он знает все, то ему по-прежнему 17. И пребывая здесь, ты как будто бы заново оживаешь и перерождаешься. И пребывая здесь хотя бы 20-30 минут, или, может, час-два, все становится намного прекраснее. И клеточки питаются кислородом, и ты видишь всю эту красоту, зелень. Настроение повышается, эндорфины парят, и просто становится хорошо. И научно доказано, что зеленый свет, он успокаивает. А если ты выбираешь первый цвет, когда тебе предложат в рисовании, то значит, ты психически нездоров. Вот, и поэтому ты нуждаешься первым делом в зеленом цвете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот я уже почти весь ботанический сад посмотрела, и на меня письнула или какнула какая-то птичка. Между прочим, голову помыла. И я пришла с ботанического сада, я уже дома. Вот, на меня сейчас кошечка, она меня еще больше успокаивает. И я прочитала еще недавно несколько статей по поводу пребывания на свежем воздухе, на природе. И это благотворно сказывается для профилактики многих болезней, даже вот, например, о близорукости. И когда мы часто пребываем за компьютером, так же это очень полезно просто быть на природе, потрогать всякие цветочки и насладиться этим всем воздухом, природой. И так же после прогулки у меня понялось настроение, иммунитет повышается. И из замеченного там было много... там пело очень много красивых птиц. И я даже видела одну маленькую такую зелененькую ящерицу, это забавно было, но... Вот, и... Так же после прогулки очень хорошо себя чувствуешь в плане физически, ментально. И как бы во всех аспектах она тебя как бы гармонизирует, вот. Вот, потому что некоторое время назад было такое немножечко настроение, что не было какой-то улыбки и тому подобного. Вот, после как раз прогулки оно меня как излечило, что ли. Вот, и посыл этого видео заключается в том, что почаще выбирайтесь на природу, на улицу, и... Наслаждайтесь этими всеми видами. И я надеюсь, это видео было для вас так же приятным, для просмотра. Вот, и вы так же почувствовали эту всю природу и атмосферу, которая там находится. Вот, и до скорых встреч. Пока-пока. Лапсик. Субтитры сделал DimaTorzok